Тем, кто в ближайший отпуск решил отправиться со своим четвероногим любимцем, уже необходимо позаботиться о соответствующих документах, чтобы потом не возникло проблем на регистрации. Ведь банальное незнание правил перевозки животных может напрочь испортить отдых. Как избежать проблем с перевозкой своих любимцев, смотрите в материале выпуска. У Кристины Макаровой сегодня большой день. Уезжает в долгожданный отпуск. Вместе с ней отправляется ее любимец, кот Василий. Сегодня путешествовать с животными гораздо легче, признается девушка. Со своим хвостатым другом поедет уже во второй раз. Один из самых легких способов передвигаться с животными – воздушный транспорт. При этом расстояние не имеет значения, билет для животного не предусмотрен. Достаточно лишь своего. Впрочем, это не все. Идешь покупать билет, сразу говоришь, что летите с животным, и уже оформляются там тоже определенные документы на кота с паспортом и всем тому подобным. Для питомца самый важный документ – отнюдь не усы, лапы и хвост, а ветсвидетельство. Именно его потребуют при покупке билета. Сделать его можно в Наринмарской ветстанции по борьбе с болезнями животных. Процедура бесплатная и займет не так много времени. Питомцу сделают укол от бешенства, медики хозяину зададут несколько вопросов, и выписка готова. Здесь прописывается, значит, кто повезет животное, какое животное выезжает, из какого адреса, сведения о исследовании на микроспорине, прививки прописываются, обработки против паразитов и маршрут, по которому едет животное. Как только выписка у вас на руках, можно смело идти за билетом и готовиться к отлету. Питомец полетит либо в багажном отсеке, либо в салоне вместе с хозяином. Единого правила здесь не существует. Авиакомпания сама решает, где будет находиться четырехлапый путешественник. Впрочем, если вы все же хотите, чтобы он летел вместе с вами, за животное придется отдельно заплатить, как за отдельный багаж. Вес вот этих животных, клетки, корма, это не входит в неоплачиваемый багаж. То есть, если даже у вас нет багажа выше 20 килограмм, то в любом случае эта оплата идет отдельно. Стоит отметить, что все эти правила перевоза животных также распространяются на другие виды транспорта. Даже если вы отправились в отпуск на автомобиле, заключение ветеринаров обязательно. Впрочем, штраховать, конечно, вас за это никто не будет. Но заблаговременно позаботиться о здоровье своего любимца и сделать все прививки не помешает. Кто знает, что его ожидает в путешествии. Олег Хатанзейский, Антон Бутряков и Николай Таратин. Телеканал Север.